День 30 июня, суббота И вот мы наконец в этом маленьком поселке Охотничьего Лунга Заброшенном в верховье Бикина Прибыли мы сюда в пятницу днем 28 числа Наконец помылись, побрились, постирались И вообще имеем два дня для того, чтобы как-то прийти в себя И немножечко оправиться А завтра утром уже должен вертолет, который отвезет нас на один из горных узлов Коени 2 июля, вторник 1 июля у нас, несмотря на непогоду, прилетел вертолет И мы забросили вещи в устье речки Хвоянки, впадающие в Бикин Но из-за низкой облачности подлететь и сесть на гору Сухопадную Нашу нужную нам точку мы не смогли Вот сегодня к 11 часам облака рассеялись Погода нормализовалась Таким образом мы смогли взлететь и сесть наконец вот здесь на этом пятачке Таким тундровым, с высотшим, с планником В футболе летчики сыграли с нами злую шутку Выяснилось, что нас выбросили на 15 километров южнее горы Сухопадной На изолированный Купырь Мы рассчитывали поработать стационар на 10 дней И взяли с собой порядком груза, продукты А теперь нам придется двигаться вверх по вкусу к Сухопадной И это все по горам И в общем все это очень тяжело и печально Выхода у нас нет, нам все равно придется идти к Сухопадной Потому что только оттуда мы можем спуститься Либо по Хвоянке, или по Плотникову К тому месту, где мы оставили лодки резиновые На которых мы должны спуститься в охотничьи Так что выхода нет, но в общем-то нам вертолетчики устроили Еще один тяжелый маршрут И уже такое жизненное выживание Полный штиль перед дождем Машка совершенно озверела Конечно, мы не ожидали ее такое количество в горах Скрыться от мошки сейчас можно только в палатке За москитной сеткой Вот, но Это июль Это июль И это уссурийская тайга Хотя даже горный ландшафт на уссурийской земле Конечно, орнитологу гораздо приятнее работать здесь в июне В июне еще полно снежников Нет проблем с водой Можно готовить пищу, растапливая снег И нету гнуса Нету мошки А птицы уже гнездятся Вот, но нам пришлось в этом году Поработать здесь в июле И вот, когда вот так вот Нападает мошка Можно хотя бы немножко пожалеть зверя Представить себе, каково летом в уссурийской тайге Изюбрию, косули, лося Проблема в горах сихотолине в июле Это вода Здесь, как в пустыне И воду не просто приходится экономить Ее прежде чем надо найти Ее нету Вот здесь, на этом пупыре Перед куполом Нам просто В полном смысле слова повезло И в этой воды хватило Прокормить нас Позавчера вечером Вчера весь день И сегодня хватит На утро, на день И быть может, на вечер, неизвестно Но завтра уже воды не будет Поэтому нам в любом случае Нужно отсюда уходить Мы идем все время по тропе Тропа тянется и по плату Затем по узким гребням Соединяющим плата Как лезвие бритвы И по самому лезвию тянется тропа Это медвежья тропа Медведь переходит из одной долины реки В другую Это его постоянный участок Ходят медведи здесь Десятки лет И Образовывается Прекрасная тропа Без которой Не знаю, как Могут переваливать С одной вершины на другую Раннее утро в Кайнине Поют злоги красношейки Они поют вечером, ночью и утро Потом зайдет солнце Если он, конечно, зайдет И распроются бурые пеночки Пожалуй, послажденнее темнозвет Там морозы были Снега по пояс Но там все-таки было сухо И было много дров Здесь же дров почти нет Влажность жуткая Туман постоянно несет То есть все мы промокли Сейчас и высохнут, собственно Обсушиться не менее Вот в этом облаке мы провели два дня И сегодня ночью к утру Оно наконец спустилось Ниже горной тундры Так что мы можем Смотреть на него сверху В палатке до сих пор 100% влажность Холодный конденсат На спальнике На стенках внутреннего шатра На плеерах На объективах На камере Оказалось, что были заморозки И наша лужа, из которой мы черпаем в воду Слегка замертва Гора Купол Виднеется вдали Под ней был наш табор Сейчас мы прошли большой маршрут Пересекая глубокие распадки И стали недалеко от горы Сухопадной В горной тундре Сихоталине В июле Цветет масса растений Прежде всего Это различные вересковые и черничные И брусника И голубика И шикша Здесь же Знаменитый Бадан И очень маленький Как карликовые формы Рододендрон Рядовского Гора Сухопадная Которую мы стремимся Там, возможно Будут интересные птицы Интересные растения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот он горный узел Горы Сухопадной И каменного хребта Высота здесь больше 1700 метров Что высоко для сихоталине Здесь Начинаются Как радиус расходится во все стороны Многие Реки Это и сам Бекин Его верхние потоки Хвоянка И ключ Плотникова Здесь же начинаются Малые бочелазы И средние бочелазы А также А также Вот как раз Справа От горы Ко На которую идет Камера Начинается Котен Самый большой приток Хора А сама Ко Больше 2000 метров Горные тундры Исследование Горных ландшафтов Центрального сихоталиня Входит В программу Нашей работы По исследованию День 2 Интересно сравнить Это с подгорными ландшафтами С горными ельниками Затем здесь есть Зона Кедрового спланника Березового Криволесия И наконец Вот это вот Горные тундры И мы уже здесь нашли Много интересного В частности Только предполагалось Что сибирская заверушка Гнездится в сихоталине Вот удалось подтвердить Что она гнездится Здесь везде Затем Не было известно Что гнездится Кольцовый конек Родственники Европейского Горного конька Оказалось Что гнездится Здесь Также Везде На вершинах Центрального сихоталине И Кренини А в том году Мы неожиданно Обнаружили На горе Арсеньево Маленькое поселение Альпийских заверушек Ну а поработав Поработав здесь Хотя бы Три-четыре дня Мы выясним Что конкретно Есть здесь На сухопадной И проведем Учеты Птиц Некоторые наблюдения Еще одна Характерная птичка Местных гор Точнее Кедрового сланика Каменного березняка Особенно Каменного березняка Это сибирская заверушка Ну и судя по этому Уже крупному Летающему птенцу И С полностью дорожными Крыльями и хвостом Она успешно Здесь Размножается И Составляет Важную Часть Алифауны От Кольцового пояса Верхних поясов Как я уже говорил Работая в таких Нехоженных И неизученных Местах Как Кренини Центральный Сихотолин Кроме Наши основной Орнитологической Работы Мы Стараемся Собрать Весь Возможный Матери Многие растения Я вообще Ни разу Не видел И будет Интересно Определить Что это такое А потом На Сан-Гелии Мы были Как раз Не в то время Уже Были в конце Июля В начале Августа Августа Уже Многие растения Отцвели По листьям Не всегда Я вообще Не думал Что его Здесь Так много Будет Потому что На Сан-Гелии Мы Нашли Всего Несторго Кустиков И только Один Цвел Я уже говорил Что это Было Поздновато А здесь Просто Поляна Нададендра Очень красиво На вечернем На утреннем Солнце Аж горит Красными Огоньками Сегодня Жарко Хотя Утром Было Очень Прохладно Мы Сделали Утренние Учеты Павельника И вот Собираемся К дальнему Переходу Утренние 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 Вчера мы утром вышли в сухопадный И стали спускаться в долину Плотникова Речка, как здесь говорят, ключ Плотникова Похожа на бочелаза, которую мы изучали в прошлом году Стремины по камням Иногда выходящие в лес Размывающие почву, подмывающие берег Падающие тополя, моктимовища Заломы, завалы, которые нужно обходить Практически нету троп Когда-то была конная тропа Но, конечно, ее завалило Она заросла И можно считать счастьем, если попадаешь на зверинку То есть звериную тропу Хотя и здесь, конечно, приходится переползать через бревна Проваливаться в промоины И вот сейчас нам пришлось переваливать вверх По маленькому ключу С вершины С середины Плотникова На платок Хвоянки Речки, которые впадают в бикин Севернее Плотникова И, пожалуй, хотя подъем небольшой Но, учитывая все вышесказанное Он дался нам наиболее тяжело Сила, ребята, на исходе Всех нас Два месяца тяжелых маршрутных работ К морю, в горы Мы не могли брать с собой много продуктов Ну, к тому же Усталость накапливается Вечер 13 июля Мы все-таки дошли до Хвоянки Перевалили с ключа Плотникова На Хвоянку Но все совершенно измучены Как никогда Нам остается 10 километров теперь По Хвоянке До ее устья на Бикине Где мы сбросили с вертолета Свои лодки и продукты Для сплава по Бикину Волонги Там среди депутин 15 июля Понедельник Почти два с половиной месяца Как мы работаем В поле Практически не видя людей За исключением редких случаев И вот Три дня назад 12 числа Мы Оставили гору сухопадную На водоразделе Бикина и Хора И стали спускаться к Бикину Главное, что вчера Вечером Мы вышли по Хвоянке На Бикин Наконец-то Это было облегчение Что мы все-таки знали уже Все, что мы на Бикине На основном русле С трудом Потому что Хвоянка вся завалена Заломы Мелкий ельник Пробрались к тому месту Где с вертолета Выбросили лодки и продукты И они на месте И это опять же прекрасно Медведь их не уничтожил Никто не взял Переночевали на том месте И вот сегодня Собравшись 12 часов Надув Две наши лодки Мы отправились вниз По Бикину И нам предстоит спуститься От Хвоянки Через устья Килоу Снова до поселка Охотничья Иллунга И этот сплав Три или четыре дня Как получится Это уже финальная часть Нашей полевой работы После этого мы В Лунге Будем собираться К отлету Сушить и упаковывать вещи Переписывать наши данные Из дневников в журнал Ждать самолета Выбраться из Лунги Очень сложно Это проблема Вот там мы полетим В верхний перевал Где мы будем базироваться В следующем году Так что экспедиция наша Не кончается Но вот этот период Тяжелой полевой работы Маршрутной В верхнем бассейне Бикина Он на этом сплаве Закончится Но еще нужно сплавиться До Лунги 25 июля Четверг Ну вот наконец Можно сказать Все кончилось То есть Кончились Мыторства этого сезона Это был пожалуй Самый сложный сезон Из всех проведенных Мною на Пекине Это была страшная насыщенность Маршрутными работами И вот А мы в верхнем перевале Еще вчера утром Мы были в поселке Охотничьем в Лунге И неделю ждали Когда мы сможем выбраться За нами пришли две лодки С удыгейскими охотниками Нас забрали И вчера вечером Мы были в Красном Яру Наняли машину И уже поздно вечером Пол одиннадцатого Были у Бориса Константиновича В хате Как здесь говорят И пили чай И даже и не чай И в общем-то Так вот все встретились Обнялись И обсуждали Все Все как это было Субтитры создавал DimaTorzok